всем привет привет добрый вечер друзья вы на канале дневник натали мы с артурчиком уже из шекелем сходили на вечернюю прогулку пришли домой захотели выпить чаёчек скажу честно немножечко потеплело потеплело и потому что мы купили обогреватель грелись за полдня потому что не могли согреться ну и на улице потеплело все равно хочется горячего чая и тортик у нас есть смотрите какой у артур чека чаем с медом у нас вот одинаковый чай вот у меня просто без ничего без сахара в артура с медом и вот такой вот маленький тортик торт и не то что вот как бы мы покупали в супер печенюшки он был уже там кусочками можно и торт купить но мой супер печенюшку пришли там не было сказали нужно ждать четыре часа ну кто его будет ждать конечно нет хотел тихо и боится сидит ты хоть жена помню как нож возле тебя лежит страшно мать в небе когда звуки лишние в кадре до супер печенюшки тоже были тортики такого же размера побольше там большой был размер то почти 200 гривен он стоил а этот малепухенький но другой производитель название тоже а производитель другой ну решили вот взять попробовать это в другой кондитерской посмотрим какой будет на вкус сейчас все вам расскажем ну давай то что ты как сирота казанка я как увижу торт то сразу режу шутник на сколько частей резать восемь не съем на 6 тогда мягенько пошел внизу все но там же правильно там же сухой слой должен быть этот господи забыла как называется но не без и без и без ухвит нет бисквит бисквитом а там внутри ты хочешь сразу весь порезать нашу на него смотреть что ты съешь весь торт зима на ночь надо жиром кто-то худел худеть хотел ну да я показываю разрези похоже похоже на тот не похоже смотрите очень мало прослойки вот этой безешной сухой зубы шинка вареная есть вообще не похож один крем какой-то сейчас попробуем сейчас я попробую ты добрый вот так мне тортиком тарелку но я себе так положила давай попробуем не вообще не то сладкий вкус совсем не тут друзья поэтому кто хочет попробовать именно тортики не лучше купите супер печенюшки потому что мы говорим вкусно 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 вот взяли другого производителя не то надюш поверь очень невкусный тут ну как он съедобный но не то тот и не который мы берем всегда просто супер печенюшки ну ладно друзья какой есть такой есть все равно мы кушаем не выкидывать ну да ну что друзья тортик мы покушали с артурчиком я правда скушала два кусочка артурчик один такое кто не пробовал супер печенюшки тот не поймет и хотела с вами пообщаться спросить кто пользуется кувшинами для очистки воды аквафор сейчас покажу у нас вот такой вот кувшинчик вот покупали мы его в нем был картридж фильтр картридж вот такой с номером 8 ну начали знакомые говорить люди что шестерка лучше чем восьмерка и она идет подороже очищает мы купили вот таких два фильтра поставили в общем чтобы понятнее было в чем вопрос до первый фильтр у нас отслужил практически три месяца и когда мы витя к нам приехал это было 7 числа мы поменяли фильтр потому что он уже как-то с привкусом вода начала идти вот ну и пора вы уже было менять мы купили два вот таких фильтров поменяли но чтоб вы понимали еще не прошло даже месяца вот и вода никакая прошло буквально наверное неделю до и все начинается привку что-то нам не нравится в мою бутылку переливаем и идет запах такой вот как вода с грана что ли не знаю вот еще у меня новенькие есть завтра я поменяю фильтр поставлю не знаю кто пользуется такими фильтрами подскажите может все таки восьмерка получше какую купить то не знаю или просто фильтры знаете вот как идут вместе с кувшинами они хорошего качества а те которые уже поштучно продают более-менее хуже качество не но не знаю с чем сравнивать раньше такой проблемы не было когда мы всегда пользовались аквафоров ским фильтром но когда жили в украине а сейчас на учет а вот прямо утра под расстроились и две недели и фильтр никакой напишите мне пожалуйста что как может мне поменять номер даже не знаю буду рада всем за комментарии за подсказку очень приятно когда помогаете подсказываете что да как где купить на что обратить внимание очень-очень нас этим выручаете сейчас еще вам покажу маленечко чем буду заниматься завтра вот я разложила хлебушек на противень это я но он не свежий хлебушек уже такой я не успеваю съесть буханку как-то мне что-то хлебушек не заходит сейчас рассматриваю вариант покупки хлебопечки и готовить дома самой хлеб потому что горят хлеб хлеба печки получается вкуснее как бы эти покупные мне не нравятся но он есть жалко чтобы испортился я завтра его поджарю в духовке с двух сторон и сделаю из них сухари вот когда-то давно я работала в кафе в ресторанчик ну кафе ресторанчик это еще было конечно давно но мы там сами готовили хлеб оставался мы в духовых шкафах зажаривали оставшийся хлеб и делали сухари и панировочные и очень очень хорошо было там котлетки делать панировки всегда с них делали не покупалась на кафе именно сухарей потому что здесь вот сухари купила а ну как порошок темные непонятно что думаю чушь я сделаю их сама поэтому завтра зажарю и измельчу в мясорубке кому интересно оставайтесь со мной до следующего видео я все покажу вам поделюсь может вам тоже такой рецепт подойдет понравится и будете пользоваться потому что но хлебушек остается выкинуть жалко а это даже очень так в хозяйстве пригодится на сегодня друзья такая запись моем дневничке спасибо что были со мной всем вам благодарна не забудьте подписаться включить колокольчик поставить лайк всем желаю здоровья добра мира и счастья всем пока пока